Хорошо, ну, добрый вечер, да, несмотря на большие технические задержки и заминки, мы начинаем вторую неделю, первый час второй недели игры, мы возвращаемся к пятерке праймовых героев, которые попали в город дверей и в предыдущих сериях. В предыдущих сериях команда из пяти путников прошла за Айфидлснарф в портал, который ввел непосредственно в Сигил, также известный как город дверей, где в заведении, которое называлось, да и сейчас называется Неутомимый путник, они познакомились с обаятельной женщиной с большими черными крыльями, которая представилась им как Анна. Увы, судя по всему, она не договорила, что это настоящая имя ее анафема, и представляет она не ангельское сословие, да, не целестиалов, как подумал полуцелестиальный халтера, а наоборот представителей Баатора, то есть дьявола. Вот, дьяволица, обольстив вас бесплатной выпивкой и хорошими разговорами, выбрала вас, ну, не до нитки, но, по крайней мере, забрала половину ваших средств, у кого они были, и когда в таверне появился отряд Гармониума, успела сбежать и услышать его до того, как вы начали реагировать на происходящее. Увы, в связи с тем, что вы и горстка честных тружеников, которая осталась в Ньютриум Страннике, была задержана Гармониумом, то вы не успели узнать, куда девалась сама анафема, или куда девалась ваша попутчица Ай. Так или иначе, вы были доправлены в огромное серое здание, два этажа, которое называлось городскими бараками, и где все представители сословия, которое там обитает, находятся в красных шипованных доспехах, с очень примечательным символом, который вы видели до этого. Да, символ выглядит, я напомню вам, следующим образом. После чего, в ходе перекрестного допроса и отсутствия состава преступления, задержавшая вас оперативница фракции Гармониум, которая представилась вам потом как Фелиция Дивайн, попросила вашего прощения и в качестве жеста доброй воли провела по части внутренности кольцообразного города до места, которое называется Зал Ораторов. В свою очередь, по дороге вы успели сделать остановку на площади, которая называется Великий Базар, где сквозь ряды бесконечных торговцев со всех уголков Вселенной вы успели распродать ненужные вам вещи, либо наоборот обзавестись катастрофически необходимыми, как ваш партийный колдун. После того, как вы прошли мимо гигантской статуи белой трехглазой лошади, которая стоит на задних копытах и которая охраняется большим количеством людей в доспехах, поясанных мечами, либо с большими буловями в руках, вы добрались до огромной шатроподобной конструкции, в середине которой также взмывает небольшой острый шпиль, а справа от входа, которой видно непосредственно статую женщины, которая держит на своей спине некий земной шар, некий мир, некую хрустальную сферу. Зайдя внутрь, как спутники Фелиции Дивайн, следуя по ее фракционному символу, вы прошли внутрь и услышали, что крупный мужчина-дворф, который стоит за кафедрой, сказал, что одним из сегодняшних важных вопросов, которые будут обсуждаться, это непосредственно присутствие в городе дверей, субстанции, которую он называет «синий порошок». На этом вы закончили свой третий час прошлой недели. Важный, наверное, для меня сейчас будет вопрос. Кто из вас брал в подземельях кобальдов мешочки? У меня есть один. Странж Блю Пауэра. Да, то есть у Немала и у Кхана есть попорции. Я сейчас посмотрю у себя. Будет добр. Я все как говно постоянно брал. Вполне возможно, что я какие-то мешочки брал. Может быть. Мы будем смотреть, как Кхан будет мыться сейчас? Нет, я не могу. Но я замьючусь в это время. Спасибо, да. Это удивительный опыт. Очень ценный. Нет, Кхан. Нет, значит... Я понял, я понял. Значит, две порции у вас всего имеются. Хорошо. Да. Итак, вернемся непосредственно к игровому процессу. Перед вами огромный амфитеатр, да, в центре которого стоит приподнятая трибуна, на которой установлена сначала небольшая кафедра, да, а за кафедрой стоит какой-то то ли ящик, то ли что-то еще, чтобы существо не совсем высокое, как двор, могло бы на нем стоять. И непосредственно декламировать что-то, что ему по душе. Дворф, который там стоит, поглаживает борду и говорит, итак, я напомню вам, что сегодня на поездке дня у нас три вопроса. Первый и самый важный вопрос – это непосредственно проблемы, которые возникают с появлением субстанции, которая я называю «синий порошок». Другие представители других фракций обладают какими-то иными названиями, но так или иначе это мы сегодня будем обсуждать. Второй важный вопрос, который у нас есть, это непосредственно, как это, он щелкает пальцами, беспорядки, которые сейчас начинаются в Сильвании. И будем ли мы как-то на это реагировать, несмотря на то, что вроде как мы не имеем юрисдикции для работы на территории этого привратного города. И третья важная составляющая сегодняшнего сбора, ради которого я всех вас позвал, это проблемы со складскими помещениями на смежной территории до двух районов, говорит он, непосредственно Улья и района Клерков. Если у вас есть с чего начать или кого представить, давайте так и сделаем. Он смотрит. Вы видите, как Фелиция показывает вам присесть на какой-то из рядов бесконечных скамеек, которые здесь можно найти, а сама подходит поближе к кафедре. Вы видите, как она улыбается и говорит, привет Кег, я только-только получила твое сообщение и привела несколько потенциально перспективных молодых людей, которые могут быть заинтересованы в помощи фракциям. Он свои кустистые брови переводит в вашу сторону, как-то смеривает вас своим взглядом и говорит, ну хорошо, они не принадлежат ни к одной из фракций сейчас. Это аутсайдеры? В этот момент в зале ораторов приходит небольшой шепоток. Аутсайдеры, аутсайдеры. Люди поводят плечами, ну люди-существа, поводят плечами, как-то сужают глаза, смотрят на вас с как-то искоса. Тем не менее, активно как-то не выявляют какой-то своей позиции. Просто им странно видеть не принадлежащих к фракции участников. Филиша говорит, что, ну что же, если у нас есть с чего начать, то я бы была рада взять слово. Дворф говорит, хорошо, хорошо, тогда, пожалуй, с этого и начнем. Итак, говорит, дамы и господа, джентльмены, я прошу вас поприветствовать первого оратора сегодняшнего вечера. Это непосредственно Филиша и Дивайн из фракции Гармония. Кто-то аплодирует, кто-то просто кивает. Дворф уходит с кафедры и садится с каким-то тощим молодым человеком, и они вместе смотрят в сторону кафедры. Филиша подходит, чуть-чуть отодвигая ящик, на котором стоял дворф. И говорит, для начала, добрый день, я рада, что успела прибыть на это собрание. Тут вот какое дело. Я патрулирую нижний район и иногда часть района клерков. И вы понимаете, Гармония, все-таки, да, да. В последнее время мы арестовывали около трех-четырех сотен людей, у которых диагностировалась интоксикация этим веществом. Этим синим порошком, как говорит Кеак. Вы видите, как дворф скивает. Проблема заключается в том, что существа, которые принимают это вещество, подвержены его воздействию не краткосрочное количество времени, а довольно продолжительное. Я хотел бы проконсультироваться с законниками по этому поводу, но если я правильно понимаю, то кроме острого проявления асоциальных действий с точки зрения принявших вещество существ, у нас нет каких-то других особенностей воздействия. Да, я правильно понимаю? Если кто-то хочет добавить что-то по действию порошка, пожалуйста, поднимите руку. Вы видите, как рядом с дворфом, который сидел, находится тощий молодой человек. Вот, у него рыжие волосы какие-то, висушки. Она говорит, да, пожалуйста. Молодой человек подходит ближе и говорит, здравствуйте, Фелиша, здравствуйте, меня зовут Ник, и я занимаюсь, ну, я законник. Он показывает у него на мантии, да, тоже какой-то свой символ. Не успеваете его разглядеть, если никто специально не разглядывает. Он говорит, наша фракция совершенно недавно ознакомилась с появлением этого вещества, и пока что еще протоколы не подготовлены, но местные алхимики и колдуны пытаются диагностировать эффект от приема подобного средства. Мы частично соизмерим с использованием зелья, которое называется непосредственно зелья мудрости совы, но значительно уменьшенное по, как бы это правильно сказать, по воздействию, да, это неконцентрированное. То есть, трудно представить, какое количество порошка нужно потребить, чтобы получить эффект идентичный непосредственно от применения зелья, которое известно как зелья мудрости совы. Фелиша говорит, спасибо, спасибо, это важно. Молодой человек отходит назад, садится. Она говорит, есть ли кто-то еще, кто хотел бы что-то добавить по непосредственно особенностям этого вещества? Слышите, как поднимается молодой человек на нем? Вы помните, похожие какие-то тяжелые кожаные фартуки и похожие символы в виде треугольного какого-то бруска, покрытого сиянием вы замечали на троице, которая сидела вместе с вами в неутынемом страннике? Да, он говорит, моя фамилия Мэйн, Каллос Мэйн. И я из вещей в первоисточник. Вот как, проходите. Фелиша отходит в сторону, и мужчина, явно какой-то труженик, возможно, летейщик, подходит к ораторскому креслу, к гораторской трибуне наоборот, и говорит, возможно, кто-то из вас слышал про этот порошок, это вещество под именем Слезы Кассандры. И целый пласт зала активно кивает, это паскудное вещество не просто так носит это имя в нижнем районе или в улье. Дело в том, что моя сестра, Сандра Мэйн, была одной из первых жертв этого ужасающего непотребства. Она делает несколько глубоких вздохов. Она приняла несколько порций одновременно, скорее всего, три. И сначала она начала говорить на неизвестном языке, или на том, что может казаться неизвестным языком. Знаете, как хаситекты начинают что-то говорить, о чем-то изъясняться, но без понятия. После этого она потеряла речи и начала плакать. Слезы Кассандры называют это жуткое паривоселье. Как хотите, так и называйте. Она проплакала три дня и, блуждая по улицам смежным с нижним районом и ульем, залила слезами, наверное, все, что могла попытаться увидеть сквозь пелену раздраженных глаз. После трех дней слезной агонии и после нескольких дней безумных разговоров на неясном языке, она умерла. Ее вписали в книгу мертвых и с этим я ничего не могу поделать. Единственное, что я могу поделать, он как-то поводит плечами, распрямляется и говорит, я учредил небольшой фонд, видите ли, я рабочий человек, он улыбается. И если кто-то когда-либо найдет истинную причину появления этого омерзительного состава слез Кассандры, я хочу, чтобы каждая слеза, которую моя сестра уронила в грязь улья, каждая слеза, которая протекла по ее щеке, а потом упала на мостовую нижнего района, каждая горькая капля из ее глаз, которая стала частью канавы, я хочу, чтобы тот, кто виноват и тот, кто ответственен за появление этой дряни, умер. Я хочу, чтобы тот, кто принес в клетку эту дрянь, испытал все страдания, которые испытала Кассандра. И поверьте мне, все сбережения моей жизни, сейчас это без малого три тысячи золота, я буду готов потратить на то, чтобы мы нашли ублюдка или сукину дочь, которая за этого ответит. Вы видите, как дворф подходит, так похлопает его по плечу и говорит, господин Мэйн, мы пытаемся не выражаться здесь подобным образом, но я понимаю вашу душевную боль, спасибо, присаживайтесь. Вы видите, как к этой же трибуне медленно, но верно ковыляет какое-то совершенно неясное существо, это то ли мужчина, то ли женщина, на нем огромный какой-то мешковинный балахон, который полностью скрывает любую гендерную идентичность. Это существо подходит ближе, откидывает капюшон и, ну, вы не знаете, голодает ли оно, страдает ли оно, но это существо выглядит так, как будто оно, наверное, даже и не ест. Это, вот говорят, кожа до кости, здесь кости, кости и совсем мало кожи. То есть это вот абсолютно сухая, натянутая на практически голый череп лица. Голова, но, тем не менее, у этого существа мелодичный и приятный голос. Он говорит, здравствуйте, здравствуйте, я представляю мрачную кабалу. И некоторые представители, сидящие в зале, почтительно кивают и говорят, В последнее время в заставе появилась целая горсть безумцев. Господин Мэйн, он поводит рукой в сторону вещавшего до этого мужчины в кожаном фартуке. Господин Мэйн утверждал, что его сестра и многие другие существа погибли из-за губительных действий порошка, Но это не совсем верно. Дело в том, что порошок убивает тех, кто, возможно, был заражен до этого, Или имел меньшую, ну, знаете, природную стойкость. Все, кто оказывается покрепче, либо до потребления этого порошка был достаточно силен, Теряет только рассудок. И это, как вы понимаете, одна из главных проблем мрачной кабалы. И мы в заставе пытаемся помочь тем, кто потерял свой путь, Помочь им увидеть истину, которая внутри, Помочь понять, что вся внешняя жизнь бессмысленна, И помочь им найти выход. Так вот, со всей мультивселенной к нам приходят снарождущие, И наша задача, в первую очередь, помочь всем без исключения. Мы непристрастны. Мы делаем это, потому что мы должны. Мы делаем это, потому что мы фракция. Так вот, мрачная кабала была бы бесконечно благодарна любому, Кто остановил бы, он поднимает руку, Остановил бы поток безумцев, который идет в сторону состава, Хоть таким образом. Мы знаем, что планы сводят с ума, это действительно так. Непонятно, улыбается он при этом или нет, Потому что артикуляция этого существа очень странная. Планы сводят с ума, это так. И во всей мультивселенной есть огромное количество вещей, Которых лучше не знать и не видеть никогда. Но если мы можем отсечь, уничтожить хотя бы один источник безумия, Который не имеет истинной природы за собой, Это будет благое дело, и вся мультивселенная вздохнет с облегчением. Если же вы встретили кого-то, кто потерял рассудок и нуждается в непосредственно помощи нашей фракции, Не забывайте переводить этих людей, скорее всего, через мост и приводить к нам, Если они в нижнем районе, Либо пытаться просто помочь им найти дорогу, А не оказаться на телеге сборщиков по дороге в заставу. Спасибо, у меня все. Существо складывает руки, кивает, надевает капюшон и возвращается на свое место. В этот момент, как только оно начинает двигаться к себе, С другой стороны начинает двигаться приблизительно похожая по расцветке фигура. Единственное, что вас смущает, это то, что, несмотря на всю мертвенность одежды, У этого существа, у этой женщины даже, вы тут даже не сомневаетесь, У этой женщины большие фиолетовые волосы. Они, с одной стороны, сильно яркие, и с другой стороны, абсолютно бледные. Барышня подходит ближе к непосредственно к кафедре, Да, воздевает руки и говорит, Братья и сестры, Я здесь от имени фракции хранителя праха, И мы напоминаем вам, что все существа, которые потребляют, Или которые не потребляют синий порошок, Все равно мертвы. Поэтому все ваши попытки остановить приход истинной смерти, Это лишь припарка. Это не имеет смысла. Это просто попытка отсрочить то, что обязательно придет. Странную реакцию вызывают слова молодой женщины в зале ораторов, Но кто-то хмыкает, кто-то пожимает плечами, кто-то крутит у виска. Она говорит, что, тем не менее, особенно новоприбывшие аутсайдеры, Она поводит рукой в вашу сторону. Но мы напоминаем вам, что Мортуарий все так же продолжает работать со сборщиками. И хороший труп, хороший труп, это всегда хороший труп. Если вы привозите убитое тело, мы всегда платим по медику за фунт этого, так сказать, мертвого тела. Да, и хранители праха всегда займутся тем, что отправят это существо на план его перерождения, Чтобы оно могло окончательно слиться с сущностью плана и перейти непосредственно к окончательной смерти. Спасибо, у меня все. Она отходит. Дальше вы видите, как у трибуны снова появляются Филиша. И рядом с ней те двое, которые были с вами в подземельях. Это мужчина в серо-коричневой броне из клинков и женщина со свитком. Вместе они становятся. И на этот раз мужчина в клинковой броне говорит, что это очень странное время. И я слышал только что, что было совершенно ужасное. Господин Мэйн, убийцы милосердия в моем лице и в лице моих братьев по фракции будут преследовать тех, кто виноват. И поверьте, кары им не избежать. Он стальными рукавицами бьет одна в другую. Мэйн, который сидел там подальше, уважительно кивает. Но, возможно, вам кажется, но где-то и ему может быть страшно. Мужчина в клинковой броне продолжает и говорит, что всем, кто считает, что может уйти от закона или дать смеху триаде, он смотрит на женщин по обе стороны его плеч. Мы напоминаем, скорее всего, у них есть здесь уши. И если это действительно так, мы выйдем на вас. И если вы в чем бы то ни было виновны, вы поплатитесь перед законом. У убийц милосердия все. С треском и каким-то позвякиванием этот огромный, покрытый клинками великан, уходит. Вы видите, как существо с зеленовато-желтой кожей, которых вы видели до этого, подходит к трибуне. У него в пол темная мантия и несколько маленьких кинжалов на поясе и, кажется, большой клинок. Он становится и складывает руки перед собой. Вы видите, что это то самое существо, у которых нет носа, зеленая, желто-зеленая кожа и золотисто-медового цвета. Нет, прошу прощения, зеленоватая кожа, абсолютно черные глаза. У него нет ни белка, ни непосредственно зрачка. Он размыкает руки и говорит, я приветствую вас от имени стражей судьбы. Мы считаем, что эта удивительная субстанция является только чем-то смежным. Это не финальная точка. Вы видите, что это порошок. Порошок это значит, что что-то большее, что-то более крупное было уничтожено, перетерто. Это значит, что из одного состояния, путем мощи энтропии и усилий, оно было превращено в нечто другое. И это значит, что цель этой вещи была изменена. Мы считаем, что найдя источник, мы сможем понять, кто и зачем создает порошок. И если он настолько способен разрушать и уничтожать, то мы должны проследить, возможно, мои коллеги с этим не совсем согласятся, но мы должны проследить, чтобы это вещество не попало в не те руки. Иначе энтропия может слишком возрасти. И кто знает, каким последствиям это приведет. Коллеги непосредственно Фелиции с красными доспехами как-то сначала, как только это существо двигалось к кафедре, зашумели и пытались как-то его перекричать или сказать, что он вообще не выходил. Но, услышав его доводы, они как-то все еще продолжают бухтеть, но не так активно. В следующем к кафедре выходит, вы видели, несколько монахов в своей жизни. Это не клирики, как Шира, а скорее те, кто практикуют слияние души и тела, и те, кто занимаются физическим воспитанием. Вы видите, как человек в невероятно прекрасной физической форме, как будто тихо движущийся змей взбирается к кафедре в одно плавное движение. Он останавливается и говорит, вы слишком много думаете об этом порошке. Никто ничего не делает. Нужно делать. И так же быстро он уходит от кафедры, как будто и не стоял здесь. Вслед за ним появляется какой-то, вы бы назвали это цыган. Черные кучерявые волосы, небольшая оборотка, пестрая одежда. Он появляется у непосредственно трибуны и говорит, ну что же, я представляю общество восприятия и ее светлейшество Эйрин Монгомери. И я считаю, что попытки блокировать опыт, и тем более изымать, находить, запрещать какое бы то ни было вещество, это значит, что вы пытаетесь отрезать людей от получения бесконечно ценного опыта. Да, говорит он, я согласен, что возможно, он кивает в сторону мужчины в кожаном фартоке, возможно, мы имеем дело с неким ядом, который рано или поздно может сгубить неосторожного человека или неосторожную особь. С другой стороны, не стоит забывать о том, что каждый из нас идет собственной дорогой. И каждый из нас может смело надеяться на то, что его жизнь будет переполнена ровно такого опыта и таких ощущений, как бы ему хотелось. И я заплатил бы неплохие деньги за порцию этого самого вашего синего порошка или слез Кассандры, как хотите, так и называйте. В моей практике сенсата этот опыт отсутствует. И уж что-что, эту брешь можно легко восполнить, не так ли? Вы видите, что вот у этого оратора на кожаном дублете символ, который изображает одновременно глаза, уши, пальцы, язык, то есть какие-то органы чувств. Также, если вы обнаружите непосредственно существ, которые занимаются созданием или дистрибуцией подобного, можете обращаться ко мне или к одному из распорядителей нашего бесконечно популярного зала праздниц. И, возможно, мы сможем найти общий язык по поставкам. Если бы не большое количество людей в красном, небольшое количество местных фракциончиков из знака единого и не огромный мужчина в шипованных доспехах, ропот, который прокатывается по залу ораторов, он удивителен. Но вы понимаете, что да, тут у кого-то умерли родные, кому-то это кажется хорошим бизнесом, кому-то это кажется интересным оружием, кому-то это кажется уходом от закона, но, тем не менее, этот калейдоскоп ораторов продолжается и на сцену выходит следующий представитель, это Бориавр, то есть это существо, которое частично по пояс человек, по остальную часть его непосредственно баран. Да, он выходит и говорит, я приветствую вас, если вы считаете, что присылая повестки сюда и собирая нас на экстренные сборы касательно подобной чуши, вы можете как-то повлиять на мою свободу, то вы не правы. А во-вторых, я считаю, что предыдущий оратор полностью прав, и мы вольны как угодно тратить свои звенелки, и если кто-то хочет заниматься расследованием, пусть занимается. Если кто-то хочет делать из этого прибыль, пусть делает. Наша же задача проследить, что если это вещество появится на великом базаре, то оно везде бы продавалось за одну и ту же сумму. Все остальное для нас и для вас совершенно на откуп вашей собственной свободы. Это ни к чему никого не обязано. На этом у свободной лиги все. Существа в красных шипованных доспехах, темные, женщина со свитком, молодой человек с рыжими волосами и веснушками, все они проводят это четвероногое существо колкими взглядами, но тем не менее здесь, судя по всему, какая-то нейтральная территория, они ничего не говорят. Далее вы слышите, как к этой же трибуне подходит мужчина в очень-очень дорогих одеждах. Он останавливается и говорит, как только, слышите меня, как только на вашем великом базаре появится это самое вещество, не забывайте ввести на него налог и отрапортовать стяжателям. Четвероногий полубаран кивает и как-то смотрит на него с бесконечного количества скамеек. Да, далее... Кто-то шумит, прошу прощения. Я не знаю. Нет. Нет. Серьезно, у меня, кстати, нет его. Да, действительно. Появился шум, тем не менее. Михаил, пока мы пользуемся паузой, ты не назвал название практики ребят, собственно, монахов, которые призывали к действиям. Они не говорили. Я понял. Да, все непременно, это ничто не остановит вас, как только у вас будет такая возможность. Да, далее вот этот разодетый в дорогие одежды мужчина говорит, что кроме всего прочего, я практически уверен, что если у моей фракции появится возможность, не если, а когда у моей фракции появится возможность установить истинную природу этого вещества, мы проследим за тем, чтобы оно не попало в плохие руки. Он улыбается и смотрит на мужчину в большом коричневом кожаном фартуке. Мы проследим, чтобы все было хорошо. Он улыбается на этом. У стяжателей все. Не забывайте платить свои налоги. Он уходит с трибуны. Появляется еще один оратор. Это похоже... Если вы когда-нибудь видели ежа, то представьте себе гуманоидного ежа. Это молодой мужчина. У него отовсюду из его лица, плеч, рук торчат шипы. Вот он подходит к трибуне. Говорит, итак, друзья мои, судя по всему, уже все важное сказали. Я же пришел вас на всякий случай предостеречь, что, ну, вы же понимаете, если это все какие-то божественные чары, то вы не должны забывать о том, что боги, которые посылают подобные чары, ничто иное, как лжицы. Все эти жрецы, все эти божественные заклинатели, все эти существа, которых мы называем силами, все это обман. Все это театр, все это спектакль для того, чтобы получить выгоду, поклонение, храмы и прочее, абсолютно ненужное и бесполезное. И если за этим действительно стоит какая-то так называемая божественная мощь, я призываю вас найти источник, сокрушить источник и обозвать эту тварь лжецом. Не забывайте, все боги лжецы. У меня все. Он уходит оттуда. Вы видите, как к трибуне возвращается крупный и слегка полноватый дворф. Он поглаживает свою бороду. Прочищает горло. Итак, вроде бы все из предстоящих фракций хотели сказать, что хотели. Да, сказали, что хотели. Я же в свою очередь готов перейти к следующему пункту нашего сегодняшнего. В этот момент сквозь стражников, которые стояли на входе у этого зала прорывается какая-то гуманоидная фигура. Огромное количество тряпок, каких-то разнообразных вещей. Где-то полонатянутая рубаха, где-то изрезанные шелковые платки, огромный длинный шарф. Это существо выпрыгивает в центр зала, под трибуну, на секундочку съеживается, сбрасывает с себя требуху. Вы видите, что это лысый, очень сухой мужчина с острым взглядом, который бегает по всем здесь присутствующим. Вы видите, как дворф на секундочку как-то даже отходит от своей трибуны с вами в пятый угол. В этот момент лысый мужик говорит «Слушайте, слушайте меня!» Потому что все это, все это, все это сон камня, сон камня, телегия звездной пыли. Его хватают прибежавшие стражники, уволакивают, и в этот момент он продолжает сыпать как проклятием. В момент, когда его вытаскивают зала ораторов, он продолжает кричать «Сон камня!» Это иллегия звездной пыли. Тишина повисает в зале ораторов, но тем не менее, дворф говорит «Мы берем 15-минутный технический перерыв, и после этого продолжим второй наш непосредственно пункт сегодняшней поездки дня. Он несколько раз стукает молоточком по кафедре, прячет молоток в свои робы и отходит к молодому человеку с веснушками, гигантскому мужику, закованному в клинковую броню и людям в красных шипованных доспехах. Такие вот зрелища вы успеваете увидеть за этот короткий промежуток в зале ораторов. Естественно... Филиша рядом? Филиша рядом? Да, Филиша стоит с дворфом, гигантским мужчиной в клинковой броне и прочими представителями собственной фракции. Они о чем-то все говорят. Филиша, а кто это был, вот последний? Ага, она косится в сторону дворфа. Это... не обращайте внимания, она улыбается. Почему? Ну, потому что на хайсе тактов лучше не обращать внимания, они окончательно безумные. Они не контролируют свои действия и всячески саботируют работу закона и порядка в городе дверей. Я не знаю, что пришло ему. Простите? А что такое энтропия? Она останавливает свой смех и говорит об этом вам лучше поговорить с... Она ищет пальцами вот с ним. Она показывает на мужчину в черной рясе с несколькими кинжалами, мечом, склянками, у которого нет носа, зеленая кожа и черные глаза. Говорит, его зовут Закат, да, и он представляет Стражей Судьбы. Это они говорят, что служат энтропии. Пойду к нему. В этот момент все, вот когда ты задавал вопрос, что такое энтропия, ты можешь сделать бросок сенс-мотив. Это 15, да? Вполне, 15 тебе хватает для того, чтобы услышать, во-первых, легкое раздражение в ее голосе, да, во-вторых, ты прямо слышишь, как вот все, кто стоял вокруг тебя, вот эта вот небольшая горстка ваших дознавателей, вот их коллег, да, как они напряженно выдыхают при упоминании слова энтропия. Они похожи в каких-то контрах. Пока Кхан отправляется к зеленокожему мужчине, все остальные. Отлично, я подхожу также к Фелиции. Давай я тебе подхожу. Ага. Несколько выступавших не назвали свою фракцию. Да, конечно. Чем я могу вам помочь? Буквально несколько человек назад, или не человек, это очень сложно, выходили такие, как будто бы монахи, они призвали к действию, но... О, конечно, конечно. Это представители так называемого совершенного ордена. Они считают, что лучше действовать, чем думать. Они говорят, что тело должно работать быстрее, чем разум. Ага. Естественно, они призывают к действиям, оно улыбается. Но, видите ли, их поспешность не всегда играет им на руку. Многие из представителей совершенного ордена следуют за порывом своей души, и тем самым забывают, что превыше любых душевных порывов стоит закон. Разумеется. Ага. А еще два выступавших ранее вызывал... Говорю, что все боги лжицы. Кто это? А, это потерянные. Фракция называется Атар, и, в общем-то, все, что они делают, это призывы к антиклирикализму. Они говорят, что все божественное, это обман. И, в общем-то, их вера настолько сильна, что иногда божественное воздействие просто не распространяется на них. Атар считают, что любое проявление сил это не что иное, как какой-то удивительной мощи обман. Ага. Благодарю. А всю дополнительную информацию по фракциям, я так понимаю, нужно узнавать конкретно у тех, кого мы видели? Не совсем так. Не совсем так. Господин Гизмонд, если вам интересно, вы можете проследовать фото за этим мужчиной, если он будет направляться к себе. Дело в том, что в месте, которое называется городской архив, оно находится непосредственно под властью. За этих самых под властью она щелкает несколько раз пальцами. под властью обреченных, вы можете проследовать городской архив и найти там всю необходимую вам информацию. Замечательно. Спасибо. Вы нас представили, намекая на, собственно, она гному, да, представляла, когда говорила, что эти ребята... Вообще, не только гному, но и всей здешней братьи. А вы как-то планировали на нас задействовать, я правильно понимаю? Тут все происходит. Ну, видите ли, город Верей – это бесконечный перекресток, здесь всегда что-то происходит, всегда кто-то встречается, всегда кто-то пытается приступить закон, возможно, всегда кто-то пытается нарушить порядок и спокойствие его улиц. Честно говоря, Гармониуму всегда нужны новые реклеты, она говорит. Если в вашей душе есть стремление вершить порядок и справедливость, это всегда важно. Что дает вступление во фракцию? Вступление во фракцию в зависимости от того, в какую фракцию вы хотите вступить. Но, естественно, есть не только, у вас в курсе и куча ограничений, я так понимаю, это все можно узнать в архивах? Это все можно узнать, да. В архив вряд ли вас без членства обреченных, конечно, допустят. Вы также можете отправиться в зал записи в районе Кляркиш. Там вы получите менее исчерпывающую, но, конечно же, более обширную информацию. Возможно, она будет не совсем своевременна, возможно, слегка устаревшая, но я надеюсь, что это будет достаточно. А вот скажите, вы говорили, что нам просто необходимо вступить в фракцию, потому что в планах не бывает такого, что человек не в фракции. Это верно? Совершенно верно. Что для нас несет? То есть мы можем вступить, мы вступим в фракцию, мы будем подчиняться каким-то местным законам, а выйти из этой фракции? Или ты вступил, и ты сидишь с ней? Ну, я, она кладет руку на сердце, горжусь тем, что однажды в возрасте 18 я решила вступить в гармониум, и членство в гармониуме это пожизненная привилегия, несомненно. И мы считаем, что тот, кто однажды отступил от своих идеалов, предатель, лжец и недостоин доверия, конечно. Но если вы говорите про какие-то другие фракции, у меня есть один старый приятель, который успел поменять одну фракцию на другую, и... Да, вы тоже нас, поймите, мы сами не местные, и пока... Да, вы праймы, конечно. Нет, осталось от плана, как бы это клубы, если не звучало. Поэтому ступать куда-то на всю жизнь и потом пропасть... Ну, вы должны понять меня, это только особенность гармониума. Все остальные членства фракции не одобряются, но прервать их возможно. Особенно, если вы передумаете работать на какую-то из фракций, а вступите в гармониум. Интересно. Хорошо, спасибо. Мы тогда походим еще посмотрим. Все непременно, если вам нужна будет помощь, обращайтесь, я еще, наверное, буду здесь около часа. Спасибо. Отхожу, сажусь обратно. А, Филиша, а в случае еще, где мы можем остановиться на ночь? Или... Все зависит от того, сколько у вас звенелок? Она улыбается. Ага. Хорошо. А где бы вы порекомендовали? Я бы порекомендовала... В Золотом Бориавре. Как туда добраться? Это совершенно недалеко. Вам понадобится пройти отсюда... Нет, наверное, вы потеряетесь. Смотрите, просто на выходе из Зала Ораторов постарайтесь найти себе тут, заплатите ему пару серебряных, и он доведет вас в Золотом Бориавре в течение получаса. А как насчет бесплатных ночлежек или что-то такое для путников, у которых не совсем много долга? Ну, видите ли... есть менее респектабельные места, конечно, но сомневаюсь, что вы найдете хоть одно место, в котором с вас не возьмут мысли. С другой стороны, единственное, так сказать, бесплатное учреждение для сна сна это застава. Но застава это, в первую очередь, прибежище бармии, и для того, чтобы побывать внутри заставы, нужно быть окончательно пустоголовым. Понятно. Спасибо. Ну, в принципе, все. Это, к примеру, мы сейчас будем ждать еще вторую часть, да? Тут пока что еще, да, кто-то ходит друг с другом, в этот момент Кхан. Ты видишь, как вот этот зеленокожий мужчина подбрасывает ножичек, проверяет его на магический, ну, в отблесках магического света что-то думает, не разговаривая ни с кем, стоит в одиночке. Говорю ему здравствуйте. Он прокручивает нож, прячет его приветствую, меривает тебя взглядом. это все, что действительно важно. Он кивает еще раз. Я понимаю, но я уже дал вам ответ. Энтерапия это все, что действительно важно. Это главная движущая сила Вселенной. Энтерапия в природе, энтерапия в деле, энтерапия в создании, энтерапия в жизни, энтерапия в смерти. энтерапия всегда идет рядом с тобой. Каждый твой удар, каждый раз, когда ты сжимаешь клинок, энтерапия наполняет тебя. Она позволяет тебе разрушать, а мир созидать. Рано или поздно мультивселенная разрушится, и мы здесь находимся для того, чтобы никто ей этого сделать не помешал. А чего хочет ваша фракция? Наша фракция хочет, чтобы энтерапию ничто не останавливало и не сдерживало. У нас есть несколько внутренних течений, но наш факт считает, что в мультивселенной недостаточно энтерапии и разрушения должны быть возможно усилены. Я же приверженец нейтрального пути. Я считаю, что энтерапии в мультивселенной ровно столько, сколько нужно и не стоит свои смертные взгляды непосредственно распространять на великое дело вселенной. И если мультивселенной ровно столько энтерапии, сколько нужно, нужно следить, чтобы ничто искусственно, как этот порошок, о котором сегодня говорили, не усиливал ее. Третья составляющая нашей фракции считает, что энтерапии сейчас в мультивселенной больше, чем нужно. И лучше бы держать ее в узде. Не знаю, насколько это резонно или логично, но по крайней мере наш фактол показывает какой-то рост рядом с собой, честно говоря, вот это существо довольно высокое. То есть это 2, 2, 30, 2, 40. Большой длинный зеленый мужик. Он говорит, что наш фактол считает, что энтерапии недостаточно, ее нужно усилять. Также вы понимаете, что у каждой фракции в городе дверей есть какие-то еще свои обязанности. Стража судьбы, например, заведует арсеналом. Мы куем и создаем оружие. А чем занимаются остальные, если вам несложно рассказать? Назовите фракцию, я помогу вам сориентироваться. Я понял, чем занимаются убийцы милосердия и гармониум. Так, он подхахатывает, это было нетрудно, правда? Кучерявый мужчина, который говорил про зал праздник. Это общество восприятия, их также называют сенсатами. Сенсаты предполагают, что истинно мультивселенной раскрывается только путем эмпирического познания. Они считают, что опыт лучший учитель, и чем больше они попробуют, испытают, переживут, тем сильнее и лучше будет понимание мира вокруг для них. Довольно глупая идея. Чем они занимаются? Сенсаты держат в Сигеле зал праздниц. Это огромное количество комнат, внутри которых находятся лекционные залы, разнообразные развлечения, песни, пляски, дегустации, танцовщицы, оргии, все такое. Я понял. А странный даже для этого место гость, который прибежал последний, хаоси. Хаоси, так, совершенно верно. Это фракция, которая считает, что истинная мультивселенная находится в хаосе. Честно говоря, с пятым углом я знаком лично, и это один изменяемых. Они окончательно безумны. Все и каждый. А чем какое-то они занимают долг? Ну, видите ли, я не зря иду по срединному пути энтропии и наблюдаю какие-то вещи. Если в одной части города могут орудовать такие воротилы, как Красная Смерть, он кивает в сторону мужчины в лезвиевых доспехах, то где-то на другой чаше весов должны быть хаоситекты. Понимаете, о чем я? Нет. Мультивселенная как бы великая и бесконечная она не была, это довольно хрупкое место. И когда Пентар говорит мне, что нужно разрушать, что нужно уничтожать, что нужно больше оружия, с одной стороны, я с ней согласен, с другой стороны, мультивселенная самой виднее. И клетка, в которой мы все живем, это живая репрезентация мощи мультивселенной, живая репрезентация ее многообразия и разнообразия. И если здесь начнет преобладать одна из веток взгляда на мир, одно из мировоззрений, то это место начнет терять свой баланс, а она этого не позволит. наверно я понял. Еще один последний вопрос. Почему хранители праха платят деньги за трупы? потому что могут? Хранители праха верят, что каждый, кто живет бок о бок, здесь или в другом месте мультивселенной, на самом деле уже мертв. Они говорят, что мы живем в самой жуткой из вселенных и что истинная смерть, которую мы обретем после смерти в этой вселенной, перенесет нас в настоящий мир, настоящую мультивселенную. И свои верования они распространяют так, что они считают, что каждый должен быть погребен достойным образом. Спасибо. И ухожу. Обращайтесь. В поисках сенсата-цыгана. Угу. Да-ра-ра-ра-да. Старик, Немал. Я слышно вообще, да? Да. Хорошо. Гизмонд. Угу. Ты просто что? Там у меня это приложуха опять начала логать. Все. Я пока просто ничего не делаю. Угу. Просто слушаешь. Угу. Угу. Немал. Я сдаю вопрос всем остальным. Вернее, обращаюсь ко всем, что слишком много фракций. Невозможно сделать выбор. Невозможно понять до конца что и к чему нам стоит двигаться. И будем ли мы вступать в одну фракцию? Ты слышишь, как просто после своей фразы слишком много фракций глаза со всего зала ораторов обращаются к вам и начинается свистопляска. Кто-то говорит, что только гармониум это истинный путь. Зеленокожий мужчина говорит, энтропия приведет тебя к истине. Только получение истинного удовольствия или же получение разнообразного опыта от мультивселенной говорит кучерявый мужчина. Не забывайте, что все в мультивселенной принадлежит вам. Берите то, что вам нужно, говорит мужчина в дорогих одеждах. Вы все равно все мертвы, говорит женщина с блеклыми фиолетными волосами. И вот вся эта какофония идеологии то ли служит подтверждением твоим словам, то ли просто служит музыкальным фоном. Я обращаюсь к своим опять и говорю, что возможно имеет смысл оставаться вне фракции и это может принести какие-то также определенные преимущества. Рядом подходит мужчина, вот ты помнишь существо, полумужчина, полубаран. Он хлопает тебя по плечу и говорит правильно, к черту фракция, оставайся свободным, вступай в свободную лигу. Я очень мило улыбаюсь и говорю, что посмотрим. Отлично. Нужно дослушать, что здесь как это все закончится собраться и хорошенько все обдумать. Я так понимаю, вы сюда попали вообще случайно и ничего у вас плана тут нет. вот наметывается план как можно заработать денег. Я предлагаю ... Согласен, 3000 золота это... Неплохо. ты можешь бросить проверку апрайз, если у тебя есть. Неплохо. То есть у нас наплевывается... Проверка оценки, если ты хочешь узнать, сколько это 3000 золота. Кто? Гизмонд говорил, что это... Подожди, но я же знаю, сколько что такое 3000 золота. Все равно кинь, мне интересно. Ты не ужас. Ну, мне кажется, это... Да. 3000 золота это... великолепная работа и магический меч, или может быть замок где-нибудь на удаленной скале. Ну, понимаешь, я думаю, любой знает, что 3000 золота это хорошо. 3000 золота это чудовищно это стоит 50 золотых, а 3000 золота это замок? Пипец. Ну, все плохо, да, экономика не сбалансирована, извините. Более того, я должен заметить, что нам не обязательно зарабатывать на этом 3000 золота. У нас будет огромный выбор, если мы сможем что-то провернуть. И я думаю, что наш выбор во фракции нужно будет делать тогда, когда мы будем иметь что-то по этому заданию на руках. Нужно найти ту же женщину с крыльями и попросить ее вернуть нам деньги. Я слышу их диалог или я достаточно далеко? Конечно, ты не ну, тут все, тут отличная акустика, ты если хочешь можешь услышать все. В общем-то и ваш. Мы можем все это обсудить в другом месте, не находите? Здесь слишком млюхно. Ты слышишь, как молоточек стучит по кафедре, цок-цок-цок-цок-цок-цок. Мы переходим к следующему вопросу повестки сегодняшнего дня. Пожалуйста, займите свои места. Да, пожалуй, так и сделаем. Небольшой перерыв пока что. Как раз час.